Это еще не состязание, скорее разминка участников. Мастерство они покажут совсем скоро. Брейкинг, хоть уже относительно не новое направление, сохраняет позиции молодежного. И самые юные участники бросают вызов соперникам. В 2020-м брейкинг включен в олимпийскую программу. Еще один повод относиться к увлечению более чем серьезно. Я могу сравнить со всем миром. Я считаю, что у нас сейчас Россия находится в лидерских позициях. Но в связи с тем, что происходит много различных волнений в мире, Россию, к сожалению, не допускают на эти фестивали. И могу сказать почему. Потому что уровень реально зашкаливает. Раскаливает. В спорте существуют достаточно жесткие рамки, в том числе возрастные. В танце полная свобода. Ни верхнего, ни нижнего предела для верхнего и нижнего брейка не существует. В прошлый фестиваль и этот фестиваль довольно много ребят приехало. Я думаю, будет круто. И на самом деле очень атмосферно и круто посоревноваться именно в своем городе. То есть мне не приходится ехать, например, в Казань, там танцевать. Я могу потанцевать в своем городе. И это очень круто. Поскольку у нас уже был опыт, здесь очень достаточно приятные, хорошие организаторы, хорошее соревнование, все устраивается, круто. Мы решили поехать еще раз. Буквально вчера решили, сегодня мы уже здесь. Я лично 15 лет занимаюсь уже. У меня свои ученики уже появились, своя танцевальная школа. Уровень каждого участника серьезный. Многие не раз показали себя на различных площадках. Однако жюри не предвзято. Владение телом, креативность, чувство музыки, количество элементов оцениваются по одинаковым критериям как у новичков, так и у признанных мастеров. Все это решается в моменте, что ты будешь показывать. Поэтому это обязательно. Нет ничего такого. Самое главное – свобода. Для молодежи и вообще для города очень важны такие мероприятия. Потому что это тот момент, когда мы можем показать молодость, мы можем показать в том, что да, у нас прекрасное молодое поколение, у нас прекрасная молодежь, которая увлекается много чем. У нас есть талантливые ребята, которые занимаются музыкой, танцами, изобретательством. И фестиваль в очередной раз доказывает – к любимому делу участники подходят с полной отдачей. Сотка зарекомендовала себя, получив статус ежегодного праздника танца и спорта. Поддержать огонь молодости готовы городские и областные власти, бизнес и сами участники останавливаться не намерены. Вера Мещерякова, Антон Костин, репортер 73.